привет друзья и вы на канале павел рыбалка и в этом видео мы сегодня сделаем еще вариант кормушки на пресную воду для пресной рыбы семейства карповых естественно вот может ловиться карась может ловиться карп скорее всего и вся вся семь все семейство карповых скорее всего может ловиться на эту снасть лично я ловил значит карпа и карася на такую снасть но снасть была достаточно примитивная друзья так называемая друзья как вы видели значит по обложке этого видео так называемая пробочка крышечка или как называют ее крышечка обычная крышечка мы берем я брал как правило от каких-то канистр более больших не от бутылок а вот ну и собственно говоря все просто на баночке из-под кока-колы и либо из-под пива значит на обратной стороне отливал себе ровненькое грузило значит сверлил посередине отверстия также сама сверлил в пробке ну и здесь уже кому как нравилось разные были варианты кто-то заводил отсюда из середины значит свою своей поводочки кто-то сделал здесь отверстия и также делал двойные поводочки вот ну на этом мы не остановились вот и как вы видели уже на на моей обложке значит я сделал что-то подобие крышечек ну и получилось очень похоже на кормушку для флэт метода вот значит флэт фидера вот такие вот кормушечки у меня получились а вот они разные будут и по методу ловли и по своей по своему принципу одна будет все ж таки флэта флэтом а это останется что-то подобие крышечки вот только и лишь изменил им саму фигуру сделал их в виде капелек а вот как вы можете видеть что еще добавлено здесь но собственно говоря как я их делал вы сейчас увидите на ваших экранах и так друзья на этом этапе вот так вот выглядят мои кормушечки сейчас вкратце расскажу что какая кормушечка будет исполнять ну и собственно говоря как я их сделал покажу все как есть включая брак брак и так берем полипропиленовую трубку трубку для воды и собственно говоря нагрев каким-нибудь устройством мы должны передать форму что-то вроде капельки вот у меня тут не очень получилось забраковал я ее ну в общем такое бывает и так на деревяшки обчертить обчертил приблизительно как это все будет как это я хотел бы на вот и при помощи дрели просверлить отверстие ну собственно говоря это и отверстие для того чтобы не было гладкая поверхность чтобы было какое-то сцепление вот меня именно так и получилось дальше я положил формочку и на этот раз при помощи плиточки для розжига кальяна я залил сюда свинец разогрел залил и решил как в видео других мастеров самоделкиных а вот просто придавить на форму придавил и думал чтобы ну что она склеится собственно говоря как-то склеится завальцуется но у меня не получилось возможно что-то сделал не так поэтому но грузитки грузилочки я отлил и грузилочки получились у меня довольно неплохо вот поэтому на остальные две формы и так тут я неправильно согнул тут я неправильно действовал что-то у меня пошло не так ну в общем получилось зато получилось у меня два грузила два грузила в виде капельки вот собственно говоря отличные грузила вот которые четко вставлялись в две мои формы вот этой вот трубы далее при помощи паяльника я значит вот так вот нагревал и завальцовывал заглаживал вот так вот края загладил чтобы моего грузила не провалилась собственно говоря наружу и завальцевал теперь грузила смотрится надежно дальнейшие мои действия здесь края я хочу залепить вот таким вот клеем холодная сварка все знают этот клей ну в общем я хочу вот здесь внутри залепить этим холодным клеем вот клей этот меня ни разу не подводил собственно говоря можно конечно и заплавить вот или применить горячий пистолет всяко думал но думаю применю просто холодную сварку далее прям скатав маленькую колбаску разложу ее и аккуратненько пальчиком с водичкой заглажу получится прям заводской вариант далее я здесь просверлил отверстия ставил чупа-чупс как вы видите с косым срезом для чего вы это будете видеть в дальнейшем моем ролике а здесь я вставил пасту сквозную сделал дырочку отверстия там отверстия здесь вот и вставил пасту она в принципе уже даже удерживает моё грузило она не проваливается то есть держится но все все в принципе достаточно плотно держится вот а вот этот вот срез вот этот вот срез ну тоже собственно говоря вы увидите в дальнейшем когда мы будем оснащать вот так вот друзья такие вот две идеи вот такие вот две будут кормушечки у меня вот которые обязательно протестим на рыбалке поймаем кучу рыбы вот так что всем добра переходим в студию будем оснащать уже покрашенные кормушечки я думаю их покрасить такой нейтральный коричневый цвет вот чтобы ничем не отличались от кормушек методных всем добра итак друзья коротко наверное наверное муторно не муторно не знаю друзья вы сейчас ознакомились как я их сделал прям на балконе на коленке принципе не так сложно это делать вот единственное я анонсировал в этом видео в которое вы сейчас просмотрели что будут они покрашены и что будут при помощи холодной сварки значит облеплены ну и собственно говоря вот одна кормушечка как получилось у меня вот эти шипики вот такая вот кормушечка это будет что-то вроде пробочки ну и вот вторая кормушечка со сквозной пастой пустой пастой со сквозной вот тоже облепил держится все капитально вот и я добивался конечно тяжелых значит кормушек но у меня получилось так одна вышла 118 хотя вы это можете спокойно регулировать при помощи свинца взвесив его я хотел 120 вот а эту я хотел 100 ну что-то пошло не так 92 скорее всего я обязательно добью что там что там я добью при помощи именно прикормки а бросать я буду достаточно мощным удилищем вот так что вы уж смотрите тут сами ну а сейчас мы их оснастим вот но прежде чем оснастить я еще хочу вам продемонстрировать одну маленькую очень удобную приспособу достаточно простую которую делают из обычной струны первого номера вот друзья это достаточно примитивная такая вещь но очень удобная для вязания как наших пружинок так и различных методных кормушек также при помощи вот этого устройства можно одеть на про на леску бусину одеть буферную бусину вот и даже некоторые умудряются я в том числе стопорные значит поплавочные вот эти стопорки одеть но просто нужна струна номер один вот и и мы для того чтобы как бы разогрев обязательно с вами сделаем сейчас это приспособление я принципе уверен что вы что-то подобное знать знаете и видели как это делается поэтому я так сильно не буду тут рассказывать как я это все делаю вот одно лишь скажу что длину я буду делать вдвое сложив струну в длину я буду делать своих непосредственно кормушечек чтобы у меня свободно значит заходила она нашу кормушечку и так нам надо всего лишь навсего перегнуть я делаю это пальчиками просто боюсь она струна достаточно хиленькая поэтому боюсь если ее сильно надломить вот хотя можно сделать и остренькую вот ну и вот такую вот друзья подписывайтесь обязательно на мой канал кто еще не подписался ставим лайки колокольчики чтобы не пропустить следующие видео итак друзья ну я оставил вот струны значит вот такой вот с одной стороны же идет стопорочек чтобы но когда одеваешь струну а с другой стороны просто загнул вот так вот и сейчас думал думал что придумать в общем можно из пробки можно и как кому как нравится но мне ребят надо сейчас побыстрее поэтому я просто-напросто при помощи холодной сварки возьму а можно и в принципе ничего и не делать вот так вот помну разомну холодную сварку она нам просто сейчас понадобится поэтому и я в прошлом ролике между прочим когда оснащал свои дружины вот я говорил у меня был когда-то такой приспособа но я говорил уже неоднократно что я отошел от всех этих кормушек может быть и на время может быть навсегда не знаю как карта ляжет да но вот вот такой буквально небольшой кусочек можно его открасить погружаем нашу значит оснастку и делаем какую-то форму опять же произвольную как вам нравится как вам будет удобно это все застынет хорошо вот можно применить конечно разные материалы вот вот не прилипал к рукам я покажу что у меня выйдет запретаю прям на ходу друзья не продумывал я форму вот честно просто вот вот как то так себе представляю что наверное это будет оптимальный вариант вот ну и положим остывать вот так друзья и что нам понадобится для сегодняшней нашей самоделки еще чтобы ее оснастить нам понадобится поводочки итак рассказываю что уже сделал заготовил чтобы ваше время сберечь оно вам дорого и мне собственно говоря очень важно чтобы вы действительно получали информацию на мою бесконечную болтовню друзья но не судите строго просто действительно переживаю хочу чтобы вся информация которую хочу вам донести чтобы она ничего не пропустить пересматриваю свой ролик иногда даже смеюсь вот потому что повторяю есть у меня слова паразиты вы мне об этом пишите вот хотя я очень много получаю положительных отзывов и благодарности слова и это очень приятно друзья от души просто с его поплом друзья нет как бы вот просто просто очень очень хорошо что вы это делаете продолжайте так же активно смотрите мои ролики итак значит что я сделал ну я сделал один поводочек с волосом вот который имеет размер дальше я приближу и все будет видно сейчас просто я скажу значит 11 сантиметров достаточно большой крючок собственно я его вытащил из своей поводочницы уже готовый поводочек вот и для так называемой пробки я приготовил совсем коротенькие поводочки они имеют три и другой четыре сантиметра три и четыре сантиметра ну заодно я уже связал литкор я уже показывал просто несколько раз как вяжется литкор поэтому я в этом ролике ограничусь на одной будет у нас литкор стоять и на второй с свинцом свинцовым значит жилкой внутри вот а на другом тройничок ничего не подобрал такого ну тройник действительно чуть большеватый но то что нашел из своих старых запасов как говорится и здесь литкор без сердечника и так друзья вот такое вот у нас приспособление получилось вот оно уже застыло хороший материал хорошая вообще в принципе очень даже хорошая по споре для рыбаков так же само вот смотрите легко можно продеть в кормушку она продевается заводится здесь леска и или нитка и мы можем с легкостью оснастить нашу с вами кормушечку и так и так друзья дальше мы еще так немножко забегая вперед дальше мы еще с вами обязательно забьем сюда корм я покажу как она работает вот этот для чего я вот этот прорез еще раз вот вблизи покажу здесь еще можно в принципе просверлить отверстие но в данной снасти мне это не нужно просто потому что я хочу чтобы рыба питалась вот отсюда кушала а не размывала мою прикормку просто так то есть помогать размывать мою прикормку может тот же гейзер или еще какая-нибудь вещь мелкая рыба но ни в коем случае не хочу чтобы с боков она размывалась итак друзья берем нашу приспособу продеваем аккуратненько раз теперь мы с вами берем вот так вот продеваем наш литкор и вытаскиваем его аккуратненько видите как легко и просто вот такая вот приспособа есть друзья ну собственно говоря это фактически флет кормушечка здесь у меня быстросъемничек свет клюшком вот одеваем поводочек надеваем поводочек надеваем ну и пыльничек закрываем все это дело пыльничком ну что вот у нас с вами в принципе и получилась оснастка готовая оснастка теперь нам остается всего лишь навсего взять какую-то кукурузку насадку здесь я предлагаю с насадкой здесь у меня волос вот раз понятно что сейчас не собираемся на эту насадку ловить вот я просто для наглядности очень хочу показать как это все выглядит и так оделись топорочек вот друзья кормушечка первая кормушечка итак мы ее обязательно с вами сейчас забьем я тут размешал прикормочки буквально немножко как делать эту прикормку я показывал в прошлом видео вот здесь есть гейзер и она будет достаточно пилить но я ее естественно буду переувлажнять и поэтому все будет как нельзя здорово итак через вот этот вот прорез одеваем сюда крючок с насадочкой так вот это будет выглядеть через вот этот вот как раз прорезик здесь можно залепить вот собственно говоря и все друзья первая кормушечка готова чисто ради интереса первый раз взвешиваю хочу взвесить ее уже оснащенную просто интересно получилось ли у меня то чего я хотел отлично друзья 152 уточка у меня тестом до 200 грамм вот такая кормушечка полетит достаточно далеко она все-таки по аэродинамичности не пропочка сами понимаете она капелька значит весь вес находится впереди то есть аэродинамика соблюдкина ну и здесь шипы которые вы видели как можно просто сделать такие шипики вот итак кормушечка номер один оснащена дальше берем наш опять приспособу здесь у меня друзья имеется вот он у меня чупа чупс трубочка чупа чупса и срез я сделал как бы вверх развернув вот итак провели наш нашу приспособу есть берем с вами как я уже говорил это большеватый тройник но то что было в оригинале конечно можно чуть больше чуть меньше вернее извиняюсь оговорился и здесь мы естественно повяжем с вами петелечку петельку обычную петелечку восьмерка на скорую руку вот вот так вот друзья есть вынимаем и одеваем наши поводочки крючочки в принципе годные поводок применил снова хириси с алиэкспресс поводочный материал итак один крючок сделано два крючка можно один можно один ставить крючочек и абсолютно никаких проблем ну для наглядности опять же один это совсем уж просто вот делается это через вертлюжок обычный вот можно можно даже пуговку пуговку с двумя отверстиями нацепить один и на другую отверстия значит пуговки поставить еще одну так вот такая вот у нас получилась с вами конструкция это в принципе система онлайн если рыбка возьмет то естественно она будет подходить вот при подсечке она конечно придет близко к кормушке волочить придется но кто-то же ловит на эти кормушки вот и так ставим сюда корм нашу кашицу залепливаем в принципе получилась наша же пробка только несколько модернизированная вставляем сюда крючок один и крючок два можно можно с насадочкой можно подсадить кукурузку кому как нравится можно и вот так лично я например вот так ловил и у меня прекрасно ну все хорошо получалось вот так друзья тоже имеет шипы вот такие вот две у нас с вами получились симпатичные симпатичные кормушечки практически одна из них напоминает флэт вот это кормушечка ну а вот это кормушечка все-таки осталось по классике жанрах пробочка итак друзья кому было полезно это видео ставим обязательно лайк подписываемся на мой канал все будет очень много всего интересного и полезного для каждого рыбака сегодня повторюсь мы с вами смотрели как я сделал вот такое вот приспособление и две кормушки друзья ни хвоста ни чешуи увидимся на рыбалке